Хоккен Феникс наконец-то порадует нас очередными шутками. Когда-то это было причудливой идеей, но теперь Феникса утвердили на роль в малобюджетном фильме Warner Bros., где он будет играть самого знаменитого злодея DC-комикс, Джокера. Фильм приближается к началу производства, и актёр, нарушив долгое молчание, дал интервью изданию Collider, где рассказал о том, почему он согласился на эту роль. Феникс рассказал, что год назад у него была похожая идея – сыграть в фильме про историю происхождения комиксного злодея. Тогда он колебался насчёт этого, потому что Джокера проэкранизировали уже много раз, и он отпустил мысли об этом. Но ситуация поменялась, когда он услышал об этом проекте. Он пояснил, «Я подумал, о, это отличная идея, именно то, чего я давно хотел. Фильм, основанный на комиксном персонаже. И я понял, что могу дать этому фильму то, что нужно» Джокер Феникса продуман в тандеме с Джокером, которого играл Джаред Лето. Но если Лето вписался в расширенную киновселенную DC, то Феникс будет сниматься в отдельном фильме, который, скорее всего, немного размоет границы жанров и не будет типичным фильмом по комиксам. Фильм про эту версию Джокера выйдет под новым баннером DC Films, который, как сообщает Hollywood Reporter, будет называться либо DC Dark, либо DC Black. Если такая версия Джокера понравится аудитории, то это может дать старт новой линейке и новому стилю экранизации комиксов. Феникс сказал Коллайдер, «Я считаю, что несмотря на красоту и масштабность подобных фильмов, в них скрываются невероятные персонажи, которые борются со своими проблемами, и они заслуживают своего развития и изучения» Новый фильм про Джокера будет снимать Тодд Филлипс, о сценарии писал Скотт Сильвер. Планируется, что он выйдет где-то в 19-ом. Субтитры создавал DimaTorzok